здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня говорим о прекрасном сегодня говорим о хореографии в общем-то довольно часто в нашей программе присутствуют люди которые знают этот вопрос что называется ответы на эти вопросы с профессиональной точки зрения потому что они занимаются детьми которые живут городском округе люберцы в данном случае речь идет о поселке красково где собственно говоря не только жители краскова но и наверняка многие другие детки присутствуют у нас студии анастасия бирюкова руководитель образцового коллектива хореографического ансамбля который называется очень так ну загадочно наверно да как мастерская чуде вот хочется услышать это от мастера то есть вы как бы мастер вы там из ребятишек делаете мастеров мы очень стараемся доводить наше дело до мастерства как давно существует коллектив потому что судя потому что он уже образцовый такой молодой уже да здесь наверное будет правильно рассказать о путь да как я пришла к этому звездный путь можно и так сказать ну самого детства моя судьба была предопределена потому что я родилась семье хореографа моя мама является действующим хореографом коллектива на вас тренировалась да всем в люберецком округе известным коллектив образцовый волшебная страна на тот момент когда мне было три года естественно мама за руку в класс хореография классика работаем до 14 лет это было скажем так с каким-то неким кнутом если это можно так сказать не хоть хорошим до смысле этого слова но сегодня конечно же говорю маме за это огромное спасибо в возрасте 15 лет произошел тут наверное magic сама захотела самой стало интересно пошли уже какие-то более взрослые танцы и лексика все это стало настолько привлекательным но когда стал выбор а хочу ли я быть сама руководителем и творить так как мама я сказала нет но наверное здесь сыграл внутренний страх ответственность родители административная деятельность ведь педагог это далеко не руководитель да не каждому дано нужно быть очень до широким спектром всех возможностей обладать и психологом и медиком в общем всем на свете ну тогда наверное я была не готова и продолжала работать в коллективе волшебная страна я сама танцевала я открыла играющий тренер до детскую студию вот набрали деток все замечательно все здорово а потом как то вот опять же таки сработал внутренний толчок и я поняла что готова самостоятельно развивала же где-то в какой-то степени само по себе вот знаете люди которые рождаются в семьях педагогов самых разных которые но как бы и видят этот процесс кому-то нравится кому-то не нравится они потом как неожиданно вдруг в той или иной ипостаси от той становится педагогами видимо все-таки какая-то ген какой-то педагогическое я думаю что да потому что ты настолько погружаешься внутренние внутренний процесс атмосферы всего этого что это становится частью тебя ну и потом как действующий человек вы же на и сейчас можете еще в принципе да дать жару если я могу дать жару своим детям на репетиции вот получается что все детях с которыми вы занимаетесь которые показывают хорошие успехи и это все ваше продолжение это все одна большая вы то есть вы таким образом поддерживаете свое вот это пакте практически на физиологическом уровне состояние что это знаете как правильно вот вот возникает вопрос кто ваши воспитанники там же наверное мальчики и девочки как нам понятно что мальчики всегда проблема графе с какого возраста к вам приходят и как выстроен учебный процесс мы набираем деток с трех лет у нас в коллективе есть также мои помощники которые уже наши выпускники коллектива волшебная страна перешли к нам в основной коллектив работать уже педагогами и сегодня уже и мастерской чудес оказывают вот такую вот просто фундаментальную помощь его в воспитании маленьких деток это ответственный возраст я уже непосредственно работаю с детками от 8 лет это основной состав получается на данный момент у нас уже 50 действующих танцоров 50 но я так понимаю что набор сейчас идет активно мы ждем всех и вот тут возникает сразу вопрос потому что это хореография звучит красиво танцы я уверен что все мамы хотят чтобы все девочки в таком возрасте обязательно танцевали хотя бы какое-то время да а тут еще возникает тема все-таки спортивной составляющей развивается организм вопрос травм и так далее вот как вы выбираете детей исходя из чего нужны ли справки какие-то и какое как вы следите за этим процессом потому что но я уверен что вы все равно там где-то подтянула растянула и так далее вот как этот вопрос ну хореография это естественно спорт как любой спорт он травмоопасен от этого ты никогда не застрахуешься на сто процентов минимальное что мы требуем от наших родителей в первую очередь это медицинская справка о том что ребенок имеет право заниматься физическими нагрузками далее конечно мы выстраиваем учебный процесс таким образом чтобы планомерно подготовить ребенка к более интенсивным нагрузкам то есть лучше подготовлен сначала это какие-то просто там уроки партерной гимнастики где мы смотрим на подготовку ребенка как он оснащен если у него какие-то навыки потому что каждый ребенок это индивидуальный подход но тут сразу вопрос предположим по справке все хорошо да по я уж не знаю существуют и какие-то параметры как вот в жизни да по взрослые но предположим тоже более-менее означает ли это что в принципе при правильной постановке вопроса и соблюдение всех ваших рекомендаций и чтобы родители следили и чтоб сам ребенок но хотя бы на каком-то этапе захотел мы же тоже понимаешь мама приводит иногда вот иди и все больше никого не пойдешь да и что можно сделать из даже чека который не собирался можно сделать танцора или танцовщицу вы знаете мне кажется самая главная история здесь эта мотивация собственным примером какой-то должен зажимым примером до педагог должен настолько грамотно заинтересовать ребенка чтобы у него даже не возникло никакой альтернативы вот наверное это основная задача на сегодняшний день для всех педагогов нашего коллектива мы стремимся в каждом ребенке увидеть талант да безусловно если бы все в нашей стране были танцорами то кто бы был вокалистом а кто был фигуристом конечно у каждого есть свои специальные наклонности к чему-то больше к чему-то меньше мы сразу это видим творческого ребенка видно издалека как ножки как ручки конечно себя он ведет себя непосредственно он артистичный он легко может высказать свое мнение ты его сразу вот как я всегда говорю я своих детей увижу из миллиона они сразу становятся другими их какая-то аура поглощает волшебная они все причёсаны вот как мы говорим одной рукой вот смотрите если раньше предположим мое время когда нас тоже потоку от по секциям но я где-то рапиры занимался на гандбол ходил да да танцев я не даже и кстати на музыкальной школы тоже не дошел о чем жале потому что возможно там нужно был такой этап моей жизни но ладно это уже прошлое но тем не менее раньше все таки к этому относились такой кружок так назывался кружок потом уже там ансамбль и так далее а художественная самодеятельность вот сегодня мы видим что молодежь да вот старшеклассники а потом который становится студентами им эти навыки иногда нужны они иногда на этих танцах начиная скажем с каких-то народных танцев до таких традиционных они потом могут биографию себе целую сделать танцевальную да это может быть профессией есть такой ведь запросу общества тоже внешне безусловно мы в принципе относимся к нашему делу не как кружку а как профессиональное хобби для ребенка то есть если взять отрезок он может быть и в 10 и в 15 лет почему нет для ребенка сделать профессиональным вот такой отрезок жизни ведь он настолько насыщенный настолько у него много событий я на самом деле завидую по-хорошему своим детям потому что столько эмоций сколько они получают в коллективе при этом соревнованиях наградах совместных каких-то гастроли их это действительно вот дорогого стоит поэтому мы стремимся сделать из кружка профессионального профессиональное занятие для каждого но во второй части мы поговорим том числе фестивалях о концертной деятельности тем более мы за такой сезон уже начинается да там раз 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 уже новый год а там и весна обычно до новый год весна это такие отчетные какие-то события и не только для детей потому что одно дело ходить просто и работать танцевать да а другое дело готовить какую-то программу то есть опять же мотивация есть когда ты хочешь вот опять возвращаемся к вопросу здоровья что дают танцы с точки зрения здоровья ребенку для меня это в первую очередь полностью вот человек подготовленные к жизни в том числе во всех смыслах гибкость ну нет здесь не только гибкость гибкий он становится благодаря психологическим тренингам потому что он постоянно в коллективе здесь надо уметь и дружить и ладить а мама на командный дух и все остальное а если говорить про его физическую подготовку то опять же таки наша система программы настолько подготовлена что мы уделяем акцент на общую физическую подготовку ребенка то есть это силовые тренажи мы закачиваем все и мышцы спины и ног и рук и делаем конечно и комплекс упражнений на растяжку на гибкость чтобы дети наши конечно были подготовлены к таким серьезным элементам потому что мы также работаем в жанре танцевальное шоу где очень много акробатических трюков а чтобы сделать такие сложные вещи естественно нужно подготавливаться с самых первых азов чтобы не навредить здоровью к но мы о видах танцев тоже поговорим а я хочу вот к теме почему я на здоровье делаю акцент потому что я то знаю например что это на всю жизнь потом человеку да в принципе как это говорят руки помнят до ноги помнят и так далее даже если предположить что ну жизнь как так и видоизменится и человек вырастет в размерах тем не менее когда будет даже самый простой танец и увидят что-то сверхъестественное как-то а я вот танцевал когда-то а по большому счету вы же знаете да пропорции мяса и сала в организме то есть мышцы должны одной просто так качать мышцы это еще пол дело надо еще заставить что было соответствие чтобы наш внутренним весь механизм работал чтобы не просто оттянулись но растянулись и хорошо а чтобы человек прям жил в этом то есть как на шарнирах был конечно мы вот если говорить про составляющая организма дамы с ребятами неоднократно проводим лекции по поводу правильного питания что должно быть в рационе ребенка мы всегда так говорим что на солнышке выросла то и полезно вот чипсы на солнышке не выросли вот значит они не полезны ну как у себя не выросли потом прошли переработаны да а вот орешки например очень даже полезно конечно грамму до стараемся проводить с ними регулярные вот такие вот лекции до чтобы дети понимали почему но потом конечно даем такие тренировки чтобы лишним граммом не было места в нашем коллективе хорошо ну а чтобы в коллективе появились новые люди наверно вам нужно захочется узнать какие бывают танцы какими жанрами занимается этот хореографический ансамбль обо всем поговорим во второй части напомню что нас гостях анастасия берегова руководитель образцового коллектива хореографического ансамбля городского круга люберцы поселок росково мастерская чудес до встречи напомню что эта программа открытый диалог нас гостях анастасия берегова руководитель образцового коллектива хореографического ансамбля городского круга люберцы поселок росково мы уже в В первой части выяснили, что для детей это не просто удовольствие, а командный дух и возможность проявить себя, и это здоровый дух в здоровом теле. Во второй части давайте поговорим о том, что же у вас за танцы происходят. Потому что, возвращаясь к теме глобального интереса, всегда люди, даже видя, например, народные танцы сто раз, они все равно иногда смотрят с завистью. А я вот так вот не умею. А уж если посмотреть модные проекты, были всевозможные программы, и в интернете можно сейчас найти такие варианты танцев, что прямо вот не можешь оторваться. Ну, язык жестов, когда тело превращается в один большой жест. Вот что у вас, какие танцы вы, так сказать, преподаете, и чему ребенок может научиться? Мы работаем в жанре эстрадной хореографии. На самом деле это универсальный жанр, который может соединить в себе абсолютно все. Чуть-чуть народное. Да, чуть-чуть народное. Чуть-чуть самбо, чуть-чуть. Да. Ну, в принципе, от этого танцор становится универсальным, потому что он может владеть любой техникой. И также наш, скажем так, фирменный конек – это танцевальное шоу. Дисциплины, в которые одновременно могут выступать 50 и более участников. Мы делаем целые спектакли. Есть у нас такой потрясающий номер «Жар птица». Там тоже ребята показывают целую сюжетную линию. А кто над ней работает? Кто выбирает все эти? Вы? Конечно. Педагогический состав. Мы садимся, принимаем решения. Делаем птицу. Ну, это, конечно, вдохновение. Нас сажает сначала руководитель и говорит – оп, есть контакт. Пришло вдохновение. Вот решили, придумали. Думаем над музыкой, думаем над концепцией номера. Естественно, выбираем главных героев. Конечно, могут быть какие-то корректировки непосредственно, когда ты уже приступаешь к работе. Но в целом зарождается идея, от нее идет весь проект. То есть правильно я понимаю, что если, скажем, в традиционном, вот в том самом старинном кружке, а люди танцуют традиционные танцы, пускай даже не обязательно народные, да, там сам был, атиноамериканские какие-нибудь, больные, да, то вы именно еще пытаетесь творить выдумываю пробы, да, то есть какие-то варианты, то есть вы создаете новые, может быть, элементы, соединяете их, правильно я понимаю, да? Да, совершенно правильно понимаете. Мы вообще очень стараемся делать всю работу с философской точки зрения. Для чего? Для чего ты сделала это движение? Почему жар-птица так подняла перо? То есть у всего должен быть смысл. Поэтому я всегда говорю, что наш коллектив – это школа жизни для ребенка во всех смыслах. Мы учим детей думать. Вот, кстати, по поводу думать, знаете, как про футболистов, про боксеров, вообще про спортсменов. Многие люди, которые не занимаются спортом и такими вот видами активности, вот они думают, ну что там, господи, ну… То есть они забывают про ум, они говорят, что тело работает в основном. Но мы же прекрасно понимаем, что если футболист не подумает, он правильный пас не сделает. Если боксер не подумает, он не нанесет правильный удар в нужный момент. Точно так же, если вот он, актер вашего коллектива, не поймет, что это не просто жар-птица, она вот сейчас так махнула крылом, потому что у нее грустно, или наоборот, и грустно, или наоборот, она счастлива, то без головы, без ума это же не может произойти. То есть одновременно и ум развивается, и гибкость тела. Однозначно. Все идет через образ. Здесь очень важно с детьми быть в контакте. Если этот контакт у вас налажен, то однозначно работа будет выполняться гораздо легче и проще, в первую очередь, и для детей, и для руководителей. Здесь должна быть грамотная связь. Очень много посвящаем времени общению с детьми, чтобы они понимали нас полуслова. Вот это наша тоже еще одна из задач. Ну и помимо ваших репетиций, все-таки рано или поздно это видят люди. То есть у вас есть, я так понимаю, концерты, представления, тем более, раз вы говорите о шоу, танцевальное шоу, это такой уже намек на какой-то, опять же, классический, станцевали, потом следующий танец, следующая группа у вас, следующий танец. У вас идет целая программа. Как выстраиваются какие-то отчетные концерты? Вы где-то проводите встречи? Где можно родителям увидеть то, что с их детьми-то делают? Мы каждый год проводим два минимума отчетных концерта. Это конец учебного года и конец обычного нашего года. Новый год. Да, Новый год. Перед Новым годом мы показываем большой класс-концерт в нашем Красковском культурном центре, куда приглашаем всех желающих посмотреть, чему научились дети в промежуток с сентября до декабря. Это уже отрезок. И, конечно, феерический праздник в конце сезона. Обычно это конец апреля, начало мая. Мы проводим большой сольный концерт. Также на сценах Люберецкого округа. Это может быть Красковский культурный центр, либо же Дворец культуры Люберцы. Я так понимаю, что если у вас такой творческий коллектив, то на каком-то этапе, особенно взрослые дети, тоже могут прийти, предложить какой-то свой номер и поставить его, ну, как самостоятельная работа, как в театре это называется. Да, есть такое? Есть такое. Практикуем. У нас работают вот молодые как раз специалисты, которые стали... С которыми проще, да, договориться. Да, и не то, что даже договориться, понять друг друга. Они знают, что ты хочешь. Потому что если придет человек с улицы, да, и скажет, вот я хочу поставить польку, наверняка она у него будет своя в голове, полька. А наши ученики, они прошли с нами уже целый путь, они знают наши вкусовые предпочтения, музыкальные. Прошли с нами уже не один год, и поэтому нам, конечно же, проще находить общий язык. И спасибо им огромное за новые видения в нашем коллективе. Ну, конечно, это всегда что-то... Они привнесли столько современной лексики, которой, конечно, нужно учиться постоянно. Хореография, она не стоит на месте. Ну да, свежий воздух. Свежий воздух, совершенно верно. А вот смотрят ребята или вы, вот возвращаясь к... Так как у вас эстрадный танец, и, как мы выяснили, он такой, ну, безграничный. Так можно влево уйти, вправо, вверх, вниз и так далее. Смотрите вы какие-то специальные глобальные, мировые танцевальные программы, следите за тем, что происходит в мире танца вообще? Конечно. Тот, кто развивается сам, тот сможет развить детей. Чтобы подукрасть что-нибудь там. Не подукрасть, правильно будет вдохновиться. Ага. Вот вдохновиться, да, у нас прекрасные есть за рубежом балеты на Чудуата, я очень люблю. Вот, и, конечно, смотрим и туда, и также нашу российскую эстраду в том числе. И детям всегда говорим, смотрите, учитесь, вдохновляйтесь, кругозор свой расширяйте. Ну и также, чтобы, скажем так, от слов переходить к делу, мы регулярно приглашаем специалистов с мастер-классами к нам в класс. То есть ребята непосредственно могут попробовать себя в любом жанре. И хип-хоп берем тоже для растанцовки, и какие-то современные элементы. Также используем направления, в том числе контемпорари. Вот очень современный сегодня стиль. Но вообще-то они сменяются, или все-таки в основе остается что-то такое вечное? «Вечное» есть, это классика. Да. И мы, конечно, без нее никуда. Без нее никуда. Это основа основ. Но, а в целом, хореография развивается стремительно и очень здорово. Она вектор задала наверх. За ней сегодня угнаться практически вот возможно. Ну, и это хорошо, потому что она стала популярна благодаря этому, потому что был период, когда она как бы... Ну, и, кстати, на мой взгляд, особенно в поздней России вот появление во всевозможных концертах больших танцевальных групп, даже такое слово, как подтанцовка, сделало тоже определенный рывок, потому что появилась целая плеяда людей, которые могут танцевать, в принципе, здесь и сейчас. Что будем танцевать? А, вот это, да, пожалуйста, я могу. То есть это такая действительно универсализация сумасшедшая. А бывали случаи, когда ребята профессионалами становились, ну, или, по крайней мере, ну, если мы не считаем ваших преподавателей, это тоже уже считается профессионалами, да, которые где-то куда-то уходили, ну, уже во взрослые коллективы и зарабатывали себе этим. Здесь, наверное, можно будет рассказать про волшебную страну. Вот у ребят из волшебной страны, конечно, да, ребята выходили уже на большой путь, и ученики Людмилы Николаевны, мы все-таки идем в параллель, ну, потому что эти два коллектива, они родственны и никогда не будут делимы. Там есть примеры, когда ребята действительно выбрали это как профессию, как профессиональная деятельность. Это же очень важно, да, это так вот взять и определить человеку судьбу. Конечно, безусловно. Мы всегда, приходя на работу, осознаем, какая ответственность на наших плечах. Мы воспитываем будущее поколение, мы им рассказываем, что такое хорошо, что такое плохо. Это самое важное сегодня, мне кажется. И с помощью танца, потому что в танце все-таки иногда можно передать то, что даже словами невозможно сказать. Не все можно описать словами, а так движение тела, и уже все понятно. Кстати, об общении. Насколько я понимаю, фестивали, участие в каких-то конкурсах, это тоже входит в вашу работу. И есть у вас какие-то победы, да? Да, конечно. Вот если вспомнить одну из самых ярких побед уходящего сезона, в апреле мы были на конкурсе королей танцпола, где... Звучит красиво. Да, очень красиво. И так вот было символично завоевать эту награду. Мы стали королями танцпола, даже выиграли денежный грант. Ух ты! Да, да. 50 тысяч рублей нашему коллективу было вручено с сертификатом. И еще более приятно было стоять на этом пьедестале с очень известным коллективом государственным, единственным в нашей стране государственным детским коллективом, коллектив «Экситон». Очень сильный коллектив, и мы с ними поделили самую высокую награду – гран-при. И члены жюри даже не могли свой выбор сделать в пользу одного из коллективов. То есть тот коллектив даже смотрел на ваш коллектив немножко так... Ну, возможно, но мы искренне вот относимся и с таким вот добрым, добрым отношением. К таким коллективам всегда особый трепет. Мы на таких учились, мы на таких равняемся. Ну, конечно. Ну и в завершение, давайте напомним еще раз. Вот сейчас кто-то посмотрел нас, захочет прийти к вам. Значит, про справку понятно. То есть у ребенка должна быть справка, чтобы... А дальше уже, наверное, будет на первом этапе какое-то постоянное общение с вами, потому что что-то не получается, а ребенок не захочет делать, пока он поймет, что ему это интересно. Да, куда прийти-то? Всех деток мы ждем в Красковском культурном центре. У нас есть администраторы, которые готовы всегда помочь, скоординировать, куда отправиться. И также можно взять мой контакт и со мной обсудить все вопросы, которые будут у родителей. Так что найдете. Сейчас это несложно, да? Человек закрытый, открытый. В завершении, если мы возьмем детей, которые выпустились из вашего коллектива, из старшего, из младшего, из параллельного, как вы называете, и возьмем человека, который, ну, обычный, который никогда не танцевал, какие главные могут быть отличия у этого выпускника, пускай ему будет там лет, я не знаю, 15-16? Как же это объяснить? То есть ты его сразу увидишь, но объяснить на первом... Вы говорили, что я всегда вижу своих, да. Да, вижу. Он духовно наполненный. У него другой взгляд. Он по-другому общается. Он более собранный. Он даже двигается по-другому. Он даже двигается по-другому. Подача другая, все другое. Потому что он воспитывался в атмосфере творчества. Это все-таки духовная наполненность, она абсолютно другого сорта. Я считаю так. Видите, как мы красиво завершаем программу. Вот, Анастасия Бирюкова, обратите внимание, руководитель образцового коллектива хореографического ансамбля городского круга Люберцы поселка Красково. Вас ждут, если у вас есть детишки, приходите, потому что что-то мне подсказывает, что все, что сегодня было сказано, это на самом деле так. Ну, а вам мы желаем успеха, подготовки к новогоднему концерту, потом уже к отчетному за весь год, ну, и, возможно, какой-то фестиваль или конкурс вдруг неожиданно, чтобы тоже уже никого не было на пьедестале, а только вы. Чтобы все смотрели на вас снизу. Мы будем очень стараться. Спасибо большое. Ну, вот такая была программа. С вами был Николай Пимененко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова